Музыка Сегодня жители Першетравневого в очередной раз собрались под стенами сельского совета, чтобы решить такой волнующий для них вопрос, с кем им строить свое будущее и будет ли оно счастливым. Стоит отметить, что этот населенный пункт один из немногих, который максимально близко расположен к Покровску. Расстояние между селом и городом не больше 200 метров. Еще за полчаса до начала сессии, которая была запланирована на 10 утра, люди занимали места в актовом зале. Говорили лишь об одном, что видят свое будущее только с Покровском. Вы видите, какой город. Посмотрите. Чистота, порядок. Мы ему доверяем. Депутаты наши не хотят. Вроде мы выбирали, чтобы за нас, а не как бы за народ, а они против нас идут. Вы же поймите, три раза по улицам собирали списки, понимаешь. Здесь, понимаешь, 83 человека подписалось. То, говорила, из сотни один человек 83 подписалось. Что тебе еще надо, понимаешь. Не так. Придем, депутатов нет. А как же вы сессии проводите без депутатов? Нам только в Красноармейск. И не надо нам это Новотроицкое, там, куди хоче председатели, ее прихлебателям. Только Покровская громада, объединенная. Все. Мне Красноармейск жизнь спас. Покровск. И я очень хочу в Красноармейск. Дети мои сидят, тоже хочу в Красноармейск. У нас дитки ходят в курсадик туди, у школу дитки туди ходят. Там всякие в их группы, всякие, они музыкально ходят и кругом. Ми в больницу туди, я уже старая, я уже столько в больницу туди ездю. Я подзвонила, через 10 минут скоро у меня. А у нас есть такие, что родичи ее подзвонили вчера сюда, им кажут, куда? У Дочнянску. Туди подзвонила, там кажут, у нас машина поломана, мы не приедемо. И врач до вас не приедет, бо нет, чем приехать. Так на что нам кудись идти, как мы от? Мы ж рядышком. Нам удобно. Школы, садики, работа, все там. Мы ездим туда. А так как даже не дают депутатам, вот сколько я обращала, чтобы мне просто объяснили, что будет. Если мы не присоедимся Покровску, как оно будет, куда обращаться с садиками, вот ребенка мне устраивает, куда? Мне не дали никакого объяснения, плюсов, минусов, кто за, кто против, не объясняли. Они даже не выходили к людям на собрание. Если выходили, то просто молча ловались в камеру, людям игнорировали все вопросы, не давали никаких точных объяснений и ответов. На повестке дня, которую зачитала председатель сельского совета Виктория Черникова, значилось 19 вопросов, одним из которых было рассмотрение предложения Покровского городского совета про объединение в одну территориальную громаду с центром в Покровске. Из 12 имеющихся депутатов всего 7 присутствовали в зале, что вызвало немало вопросов у собравшихся. Где ваши депутаты? Я хочу, чтобы они сюда вышли, чтобы люди посмотрели. А мы на них посмотрим. Мы не знаем ни одного человека. Сколько же можно, понимаете? Люди за 100 километров в город уже пришли. А мы живем в городе, понимаешь? Вы людей обманываете все время. Послушать мнение людей и высказать свое видение существования одной объединенной территориальной громады в Першитравневое приехал и Руслан Требушкин. В своем выступлении он указал, что накануне в городе прошло рабочее совещание с представительницей Донецкой облгосадминистрации. Она же и напомнила еще раз о существовании перспективного плана, который предусматривает разделение Покровского района на две части. На сегодняшний день по Покровскому району двое громады. Это Покровская и Мирноградская. Мы четко даем объяснение, что громада может быть сформирована из двух или трех сельских рад. Но если она не внесена до перспективного плана, а это значительно соответствует методике формирования громады, то она не перейдет на прямые межбюджетные отношения. То есть не получает тот дополнительный финансовый ресурс, который предупреждает законодательство. Следуя перспективному плану, Руслан Валерьевич отметил, что депутатам остаются лишь формальности. А именно предложил прислушаться к мнению местных жителей и проголосовать по совести. Я знаю, что на людей, да, я сказали, останутся без работы. Я знаю, что если проголосуют против воли руководителей, поэтому если вас выгоняют, пожалуйста, да, да, если выгоняют, пожалуйста, я приглашаю в город, то есть у нас вакансии есть, попросим центра занятости, я думаю, что обязательно проголосую. На сегодняшний день, если взять удачную, там из 9 депутатов, из 14 депутатов, присутствовало 12, 9 проголосовало за Покровск. Три было против, и вы знаете, в этой интересной ситуации желание председателя настолько велико создать свою громаду, что он говорит, что три – это больше, чем девять. Мы говорим, депутатов три больше, поэтому решение незаконное, мы будем его спаривать в судах, начинают рыться в каких-то подковерных актах, понятно, его можно понять. Кстати, приглашение от Покровска было единственным, которое получили депутаты Першотравневого сельского совета. Поэтому, лишив одного из сельских избранников депутатского мандата, перешли к голосованию. У нас называется решение сессии про розгляд пропозиции Покровской міськой рады и делегирование представителей до спільной рабочей группы. Шановные депутаты, я прошу вас голосовать. Кто за Покровскую, мы повторно переголошу, оскільки тут не были какие-то вопросы незрозумимые. Кто за Покровскую, так, за объединенную Покровскую міськую громаду с центром в місті Покровской, за розгляд пропозиции Покровской міськой рады. Кто за, с депутатами? А вы депутат? Кто против? Из семи депутатов, присутствующих в зале, всего двое проголосовали за, пятеро – против. Такое решение народных избранников людей, конечно же, возмутило. Местные жители пытались выяснить, почему депутаты не берут во внимание результаты опросов, которые были проведены накануне в трех селах совета, и правомерно ли голосовать от себя. Все депутаты должны поддерживать выборца, а не свои личные. А там, мамочки, на листочку, там, где мешканцы голосовали, а там свое мнение высказывают. Все четыре человека этим все время на сессии приезжают. А значит, чего-то нет. Как это получается? Депутат – я депутат. Он должен присутствовать на сессии обязательно. Мы их не выбирали. Мы их не выбирали. Градус возмущения местных жителей рос с каждой минутой. Из-за напряженной обстановки депутаты то и дело перебегали с места на место, пытаясь укрыться от неудобных вопросов собравшихся. Решив продолжить сессию в закрытом режиме, депутаты вместе с председателем перешли в кабинет Виктории Викторовны. Но и там вскоре образовалось столпотворение. Голоса депутатов за лисняк и за лисняк женой не действует, потому что 56 я посчитала, что я только что насчитала, по их улицам, за город. Какого они тогда голосуют против города. И если правоохранители пытались разрядить обстановку, то другие мужчины в камуфляжной форме лишь ее нагнетали. То и дело, вступая в дискуссии с пенсионерами. Как позже выяснилось, кроме представителей правоохранительных органов, на сессии присутствовали и члены общественной организации «Сообщество воинов АТО». зарегистрированных на территории Покровского района. Вот только с какой целью – неизвестно. Больше двух часов жители, которым небезразлична судьба своего села, пытались добиться от депутатов справедливости. Но сделать им этого так и не удалось. Пропозицию, что до добровольного объединения территориальных громад, оскільки депутаты в большинстве своими не поддерживали. Не поддерживайте. Считается ли такое решение правомерным – вопрос спорный. Ведь, как гласит пункт 2 ст. 59 о местном самоуправлении в Украине, решение Совета принимается на его пленарном заседании после обсуждения большинством депутатов от общего состава Совета. При установлении результатов голосования в общий состав Сельского Совета включается сельский голова, в данном случае Виктория Черникова, если он принимает участие в пленарном заседании Совета. И учитывается его голос. Но председатель Першотравневого сельского совета осталась при своем мнении и вообще не голосовал им. Обидно просто, они не приняли решение людей, то, которое люди принимают. Будем обращаться к губернатору и прокурору, и я не знаю, куда нам эту банду дать. Как я и слышала, тут некоторые говорили, что мы будем сами по себе. Только как это будет выглядеть, мне просто интересно. У нас нет ни милиции, ни пожарной, ни больницы, ни школ, ничего нет. Заседание было, везде было, люди решили так. Почему против? Это просто... Значит, будем обращаться дальше. Нам надо здесь писать до Жебривського или до кого, чтобы нам помогли. Что же они, три депутата наши проголосовали, а их пять из Котина привезли. А мы не знаем, что... Мнение народа абсолютно игнорируется. Так не поступают, так неправильно. Это некрасиво и не цивилизованно. Если мы кричим о том, что у нас демократическое общество, которое очень-очень с законностью дружит и все, то тут просто такое хамское, наплевательское отношение абсолютное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова